Двойные неприятности. Махачкалья прошел закрытый показ первого эпизода комедийного сериала. Съемки проходили в Дагестане, а большую часть актеров составили местные блогеры. Оценила сюжеты и пообщалась с первыми зрителями Байгинату Старханова. В местном кинотеатре сегодня особенно оживленно. В фойе взволнованно ждут первый эпизод сериала «Двойные неприятности», снятого в Дагестане. Несмотря на то, что сериал в жанре комедия, в нем затрагиваются нешуточные темы. Главная цель картины – не различить зрителя, а отразить духовные семейные ценности. Показать плохую сторону людям, что это плохо, а не как. Например, в последнее время показывают кино всяких бандитов и все плохие привычки, плохие дела. Они как бы романтизируют, и молодежь, смотря это все, думает, что это в порядке вещей. Но нужно показывать, как оно есть. Понимаете, мы затем… У нас цель, наша кинокомпания вообще изначально, чтобы духовно-нравственно воспитать нашу молодежь. И так воспитанную, конечно. Ну, чтобы она была еще более воспитанной. Это история про молодого человека по имени Макс, который работает библиотекарем и мечтает издать свою книгу. По сюжету, получив мощный электрический удар, у героя происходит раздвоение личности, после чего его жизнь круто меняется. По иронии судьбы, второй личностью Макса становится герой собственного романа. Его полная противоположность. Вжиться два образа сразу было непросто, признается актер. Сперва ты переживаешь одну роль, такую, как, ну, труба городовая, а потом тебе надо стать вот этим, между ними. И это чуть-чуть, пока ты в него войдешь, это чуть-чуть другое, как сказать, тяжело, нелегко. Право на эксклюзивный показ сериала есть у нашей телекомпании. С серией можно будет увидеть и НРГВК «Дагестан». В их создании, к слову, принимал участие и наш звукорежиссер Мирза Шарванов. В кино, по крайней мере, у меня нет такого большого опыта. Ну, у меня есть насмотренность. Насмотренность фильмов – это Гай Ричи, это «Братья Руссо». Я всегда замечал то, что голос человека всегда, точнее, человека всегда слышно хорошо. То есть зрителя не должно что-либо отвлекать от персонажа. И, по крайней мере, я попытался передать, учитывая мой мизерный опыт в этой сфере, попытался передать то, как я это слышу. Да, возможно, это не будет Голливуд, либо еще что-то, но, по крайней мере, я постарался передать. Большая часть актеров – популярные блогеры, а творческая команда в основном из местных специалистов. У дагестанского кинематографа большое будущее, уверен создатель сериала. Есть к чему стремиться и над чем работать. Первые шаги уже сделаны. Байгинату Старханова, Саид Кутиев. Время новостей. Байгинату Старханова, Саид Кутиев.